...человеком, который не говорил слова «нет», который делал все возможное, даже когда это «нет» было в воздухе. Если кому-то из художников случайно нужна была помощь, вдруг перед самой, я не знаю, выставкой, что-то случалось с рамой, с дорогой рамой, и никто не мог помочь, помогал Олег Мерзовин. Когда у нас что-то случалось в галереи, и какая-то картина могла свалить, где-то какие-то купления, у нас же художники все творческие люди, они иногда делают купления на картины, что даже непредсказуемо. Вот, ну и так, эти творческие люди иногда делают крепления не совсем... Прочные. Егонов, я его люблю, вы знаете, я за ним соскучилась жутко. Пока Егонов был на съемках, у нас пострадал этнофестиваль. Этнофестиваль «Город Ружба», вот вся надежда на нашего оператора, который Бог дал случай, нашего Володя Богатарева, который, может быть, фрагменты нам подарит этого фестиваля. Но вот, к сожалению, по Олегу Мерзову хочу сказать, что в галерее «Ракурс», если у меня что-то происходило, или какая-то картина падала, мне проекомнил, не волнуйся Алексей справедливо. И это было так. Можно было не волноваться. Алик был искусник, Алик был волшебник. И когда Алик здесь подобрал ворону, эту ворону вылечил, эта ворона была почти ручной. И вот он был как волшебник, он действительно был похож на волшебника. И эта ворона у него буквально на плече сидела. Его снимали, фотографировали. А в кино, боже, какой Алик был артистичный. Видите, замечательно, у нас сегодня... Вот, он, есть, уже и Алена вспомнила, что сказать. Да, получается так. В рамках «Неделя добрых дел» неоднократно шел подар с фильма, как разметку Алик Девцовева. Это его жизнь, это его работы, которые у нас остались, и те работы, которые мы смогли запечатленировать. Сейчас этот фильм проходит по школам Одессы, они проходят по вузам нашего города. Мы сотрудничаем очень тесно с департаментом и внутренней политикой, и с департаментом науки образования. С департаментом культуры и туризма. Каждому из них, всем-всем-всем, огромное спасибо за эти минуты, за то, что вы помните, цените, идете навстречу. Это наша Одесса. Спасибо огромное. Все-таки журналисты вперед называются. Вот у нас здесь, вы знаете, вы не поверите, наверное, Юрий Анатольевич может с нами гордиться. Мы, так сказать, птицы-говороны, мы можем абсолютно четко охватывать неохватное, объяснять необъяснимое и вместе с тем оставаться людьми. Мы всегда открыты каждому и всегда стараемся сохранить память от тех, кто уходит. Наверное, именно журналисты первые, кто рядом-рядом с художниками по состоянию души. Потому что художники, это неравнодушный, бесхоженный народ. Художники живут в своей реальности. Художники живут по своим законам вселенной. У них совершенно нет приземленности. Это люди, которые умеют летать. И вы знаете, и художники, и поэты, ну и журналисты, это как объединяющие все интернете взятые. А я вам скажу, что Алена Алексеевна является и художником, и один из первых, кто этот талант поддержал, был именно Алик Персойл. Поэтому хочется сказать еще раз, тысячу раз спасибо тебе так, дорогой. Спасибо, что ты с нами. Спасибо, что ты есть. И спасибо Алене, что она эту работу по увековечению в нее памяти такого удивительного человека все-таки не оставляет. Мы услышали только часть инстанций, которые эти ножки прошли. Это только часть инстанций. А впереди, конечно, очень большой путь и путь во вселенной. И каждый из нас может его пройти так, чтобы было что о нем сказать в одном. И мы очень к этому смеемся, очень стараемся, чтобы о нас было что сказать. И нашим друзьям, и даже нашим братам. Это важнее. Ирина, огромное вам спасибо за золотые и правильные слова. В наше время это самые правильные слова. Мы сейчас делаем кадр. А для этого я хотела бы Эстелли Мунтиан вручить ряд грамот, которые, это не грамотка, это дипломы за активную поддержку и участие в международном проекте благотворительного фонда АВР. Сегодня вы видели здесь, на этой экспозиции, работы художников из нескольких стран. Здесь присутствовали американцы, здесь присутствовал Эквадор, здесь присутствовала Белоруссия, Западная Украина, здесь... О, еще и Кашкент. Ну, как видите, география нашей экспозиции, конечно, международная. И все наши проекты международные не потому, что у нас манья величия, а потому, что мы стремимся к дружбе между народами. И мы подчеркиваем этой международностью, что Одесса жива, Одесса остается Одессой. И одессами могут быть те, кто приехал сюда, недавно. А мы остаемся Одессой. Поэтому сейчас я хочу представить ряд грамотных, ряд дипломов тем, кто здесь выставил свои работы. И хотелось бы, несколько благодарность, также вручить тем, кто поддержал нас в рамках недели добрых дел, которые проходят в Одессе. Большой проект. Становимся все на фото. Так, давайте остановимся, наверное, сначала на фото, потом будем получать грамот. Подходите, сфотографируйте.